Удивительный мир искусства открывается каждому, кто хоть раз бывал в театрально-концертном центре Щелковский театр. Уже 10 лет учреждение радует зрителей разных возрастов своим творчеством, разнообразием жанров, концертами духового оркестра, ансамбля русской песни-распевы и, конечно, различными постановками, спектаклями для детей и взрослых. Свой первый круглый юбилей открытия нового сезона учреждение отмечает премьерой «Свадьба Кричинского», новая постановка по пьесе Александра Суховока-Былина. На спектакль театр получил субсидию по федеральному проекту партии «Единая Россия». Стало хорошей традицией каждый сезон открывать большой премьерой. Благодаря, конечно, федеральной программе «Театр малых городов». Но этот спектакль о человеке, знаете, как говорили в 18 веке, который все поставил на карточку. И вот мы будем ждать, настигнет ли его расплата за то, что он топчет любовь, топчет дружбу, за то, что он полностью во власти карточной игры. Комедия была написана еще в середине 19-го столетия, и уже тогда пьеса стала востребованной. С самых первых постановок на сцене имела успех. В основу сюжета легли реальные события. Ходили слухи, что некий слуга аристократа выдал себя за дворянина, благодаря чему получил доступ в высший свет. Главный же герой комедии Кричинский, прогулявший свое состояние игрок, аферист, желая поправить свое положение, он не останавливается ни перед чем. И, конечно, самый легкий путь к финансовому благополучию лежит через невесту с приданным, полагает аферист. Его жертвой становится Лидочка. Девушка простая, но из весьма состоятельной семьи. Она влюбляется в Кричинского, не догадываясь о его истинном внутри и коварных планах. Форсировать или не форсировать? Вот вопрос. А-а-а, чина. Банк, теория вероятности, на какие тут вероятности? Может быть, вы слышали, что дела мои расстроены? Признаюсь, был такой разговор. Ты кто из нас, живучи в Москве, не расстроен? Мы все расстроены. Ну вот вы, вы, живя в городе, составили себе состояние? Помилуйте Омут. Омут, Омут, именно Омут. Отец девушки, порядочный и честный человек строгих нравов, тоже в какой-то момент поддается уловкам жулика и решается выдать дочь замуж за него. Может, действительно, воля Божья. Ну, Михаил Васильевич, возьмите руку моей дочери. Этой свадьбе быть не суждено. Но все же Кричинскому удается решить некоторые проблемы за счет влюбленной девушки. Михаил Васильевич Кричинский – это многомасочная история. Потому что в каждой ситуации он надевает абсолютно свою маску, которая нужна именно только для этой ситуации. Суховой Кабулин высмеивает это расслоение тем, что люди с образованием, люди, которые якобы считающие себя культурными, понимающими жизнь, идут на поводу у шулеров, идут на поводу у тех, кто их, собственно говоря, крутит и вертит так, как им угодно, в угоду себе. Театр есть искусство отражать жизнь, говорил великий Станиславский. Автору комедии удалось ярко описать нравы того времени, а Щелковскому театру отразить их. Доказательство тому – эмоции зрителей. Испытал именно чувство гордости и удовольствия за наш Щелковский театр. Потому что театр имеет свой почерк, театральный почерк, который не спутать ни с кем. Ну и, конечно, я могу точно сказать, что ожидания оправдались в полном объеме. С большим удовольствием мы смотрим игру артистов. В новом сезоне театр представит пять новых спектаклей. Многие поклонники творчества Щелковского театра стараются не пропустить ни одной премьеры. Игра актеров очень внушительная. И вообще мы любим свой театр. Щелковскому театру 10 лет. Он молод, но уже имеет в репертуаре свыше 40 спектаклей. Каждая отдельная история, отражающая события, нравы разных времен. Все эти десятки спектаклей – только начало. Впереди новые сезоны, новые постановки, нескончаемый творческий процесс. Все во имя искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok